ребят еще несколько видео запишу но сейчас проговорю итак вопрос самый главный который в принципе и должен быть рассмотрен чтобы стать разработчиком надо сделать всего лишь одно выстроить свои отношения с языком правильно да по сути дела учиться по системе вот допустим в предыдущем видео я рассказывал о привычках да то есть кто берет на вооружение тот начинает расти очень быстро не берет значит тоже движется направлении но не ему непонятным никому непонятным так вот как решается вопрос этот школе ребят я и пишу много видео и пишу много статей чтобы человек прочитал он понял что есть система а чтобы понять эту систему и по крайней мере определить чего начать вы должны ответить всего лишь на три вопроса и в одной из статей вот наверное функции хотя описывал много раз я это и описал я вам прочитаю как лично я то есть вы кто сидит за монитором начну изучение для чего мои первые шаги вот как мы рассказывали разговаривали с игорем да не с игорем а мурат вот он начал с плана да и сказал вот первое что я сделаю буду изучать типы данных я посмотрел видео понял что это надо сделать дальше я ему уже помог потому что была основа он во первых участвовал группе потому что то что в группе тому проще самое важное правило запомнить быть в группе тогда через вас будет проходить код ведь устройство допустим большинства курсов какое вы можете посмотреть вы придете на курсы там будут вам дадут ну я опытом глазом когда смотрю вот азы питон дали вы будете разработчиком не будете вы разработчиком никогда то есть вам придется еще потом много очень плутать а я предлагаю сразу сделать ответить для себя что это конкретно второе что есть для меня развитие в языках чем я буду заниматься то есть по сути дела как я поделю свое обучение на этапы почему потому что в школе это четко разграничивается например есть первый этап с которого начал тот же игр типов данных но потом я его подвел сразу ко второму когда я говорю заканчивается первый этап начиная с 2 когда вы прошли функции python и приступили к второму языку это уже пошло развитие но есть еще и третий этап а что есть для меня разработка понимаете пока вы не ответить на эти вопросы не будете понимать конкретно что для вас разработка как вы станете разработчиком здесь все не так просто хотя прозрачно но настолько наверно поверхности что увидеть зачастую трудно а новичку без посторонних советов практически невозможно он будет долбить там эти списки но как применять его не будет знать он будет писать декораторы но что перед ним стоять чайник и что он каждый день его применяет он тоже не будет знать по сути дела он будет плутать да и набивать шишки а дальше уже как говорится как бог даст хватит сил начнет думать не хватит сил подумает ну наверное язык не для меня а на самом деле просто сам дурак не чтобы сесть и почитать статьи допустим и понять ответить на вопрос а действительно а что такое разработка для меня вот что я должен буду делать что я понимаю под разработкой что он не терпится услышать ответ я то скажу ну от этого мало что изменится это должно быть ваше как раз мы сейчас все это рассмотрим но я вам повторяю это надо ответить полностью не пугайтесь мы рассмотрим трехмерной системе координат но очень просто поэтому я сразу прощу прощение у физику которая работает со временем материи я покажу вам просто очень простые вещи очевидные чтобы у вас нет не было от чего отпереться до что вы поймете что это ежедневно присутствует у вас и так вот наше сейчас я нарисую поясню все ребят смотрите ведь жизни вы когда что-то делаете вы уже четко знаете зачем вы это делаете согласитесь теперь давайте посмотрим программирование дело в том что программирование когда приходит особенно новичок он не знает из чего состоит язык он не знает из чего какие вопросы сдавать у него где-то один вопрос а что можно написать да там на языке хотя и на этот вопрос а часто давал ответ язык подбирается по рынкам а я вам говорю что надо ответить выстроить отношения с языком что значит выстроить отношения с языком это значит что вам надо с первых шагов получить для себя ответы на вопросы то есть о процессе как вы будете изучать язык какие не были курсы какие не были вещи вы должны делать главное сейчас покажу вы должны делать главное вопросы к языку вот это у нас мурат так мы сегодня говорим о развитии мурата по принципу которого могут развиваться все система координат то есть вопросы к языку должны исходить из головы тот кто обучается вы сейчас многие из вас воскликнут ну как это так ведь я новичок я не могу знать об этом а значит я говорю вам вы меня не слышите я сказал написано много видео и написано много статей прочитайте и ответьте на эти три вопроса вы думаете это просто не ребята это не просто малое отступление серега осачий молодец как танк прет но смотрите что получается когда мы начали разбирать отличие интерфейсов от классов в интернете можно найти примерно пол страницы и мало кто их использует ну хорошо прочитал используют тогда вопрос а чем же мы занимались два месяца мы два месяца в результате сергей сергей разобрался с паттернами сказал а как я раньше жил без абстрактных классов интерфейсов хотя когда мы начали планировать предприятия он вообще от них отказывался зачем здесь есть три причины давайте сначала эти причины посмотрим чтоб вы меня понимали я сейчас не пытаюсь все втолкнуть в один урок так как все это в школе в процессе я сказал главное быть в группе остальное все можно разобраться поправить смотрите те вопросы которые вам надо будет ответить я вам тупо дам вот эти статьи пока дам статьи и вам надо ответить прочитав эти статьи на эти три вопроса которые мы сейчас разбираем и которые мы докажем да согласно законам физики но очень простым способом без сложности не не переживайте в школе есть система система очень простая хотя доходили до нее много лет это изучение двух языков это выработка привычек которые в принципе являются принципами да самими и дальше 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 основное что человек должен для себя ответить на эти вопросы опираясь на материал школы на три вопроса с нуля развитие разработка так я вам вбил секунду просто в этих статьях я об этом много очень говорил вы поймете теперь я вскользь расскажу и свяжу это с сережей да вот с его вот этим вот есть три вещи когда мы работаем с нуля вот как делает делает мурат вы заметите что в данной ситуации я его сразу подвел к разработке возможно он этого и не сознает для меня это не важно для меня важно что он это поймет потом но точно поймет когда мы говорили вот про этот уровень потому что есть несколько этапов которые могут быть и пересекаться и совмещены но в любом случае первый этап это мы учим с нуля да то есть ознакомимся с типами данных мы должны для себя понимать хорошо если мы изучим как работает список питон список там кортеж так далее мы станем программистом мы просто познакомимся языком но программистом мы не станем тогда что же нам делать дальше правильно для этого и есть этап развития он очень широкий это первое с чего начинается я говорю всегда так ребята прошли функции питон начинайте котлин я просто понимаю что все остальное само по себе станет на ноги ну то есть на место не будет ну с ног на голову не будет перевернуто вот тут начинается второй этап он на самом деле очень большой и на этом этапе зачастую происходит то что человек себя ищет кто-то работает в джанго кто-то работает там с искусственным интеллектом кто-то работает с блокчейн человек начинает определять но по сути дела этап развития себя включает многое он если с нуля то по сути дела мы знакомимся но на этапе развития для нас это очень важные мысли ребят на этапе развития для нас важно очень четко разобраться как работает язык и вы заметьте помните когда мы говорили о мурате я говорил мы мурат с вами что сделаем очень четко разберемся с функциями то есть уже сначала я его подвел к второму этапу но не успев опомниться пока он не испугался я говорю вот будешь изучать функции и посмотри потом вот как мы в этом уроке говорили функции в разных языках я его уже подвел сразу к третьему этапу о чем мы сейчас и будем говорить это архиважно возможно он этого не понимает но я уже говорю вот мы изучаем с нуля но вот с этого уровня сейчас я докажу что это возможно и еще вам вот на основании законом физики покажу это что это вы каждый день используете то есть я его сюда подтягиваю я четко понимаю что он должен функцию сравнить но чего не хватает ребят я немного отвлекся я немного отвлекся поэтому возможно где-то повторюсь так возможно где-то повторюсь и так вот смотрите вот смотрите вот смотрите на самом деле все эти этапы может быть приключился извините отличаются углом зрения и в принципе привычками кода сейчас поймете о чем я говорю когда в принципе человек проходит с нуля да он просто знакомится у него практически нет вопросов он знакомится с языком но как вы увидели увидели в данном случае с муратом я его постоянно подталкиваю чтобы он да работал как с нуля но на уровне разработчика что происходит дальше дальше происходит дальше происходит на уровне развития по сути дела это работа с библиотеками но основное если что касаемо языка мы должны чётко разбираться что такое классы как работают классы здесь я всегда говорю так там это будет расширено но возможно и даже в другом варианте но я всегда говорю начинаем работать по сути дела на этом этапе человек должен проделать все уроки но проделать самостоятельно по сути дела что получается видео урок который в школе это только начальный шаг вот это надо понимать а дальше кто-то работает сам кто-то смотрит за кем-то как работает в группе и тоже работает но дошли допустим ООП я просто понимаю что вот эти понятия инкапсуляция наследованным морфизмом это всё надо проработать и всё это прорабатывается допустим я чётко понимаю что и нет надо сейчас разобрать ну что ж тут заходим разбираем и здесь уже вопрос опять от вашего подхода да то есть одно дело вы просмотрели а другое дело вы всё это проработали да то есть сами тогда это будет а я задаю вопросы потому что стиль школы такой что я всегда направляю вопросами я всегда учу как учиться правильно и здесь зачастую на втором этапе наше дело разобраться как это работает в отношении чего-то да ну вот давайте более конкретно посмотрим вот на примере Серёжи Осачева то есть вот зачастую почему человек не может поставить цели как стать разработчиком вот было так Серёжи да вот он разобрался в классах в ООП в функциях и ему так комфортно было на этом втором этапе развития то есть вот он работает он знает что происходит в этой функции то есть этап развития отвечает на вопрос что происходит а этап разработки отвечает на вопрос а почему мы это будем применять почему будем применять интерфейсы а не абстрактные классы я вам сказал это не так просто понимаете объяснить вот я буду применять здесь интерфейсы первое второе третье четвёртое на выходе я буду иметь следующее 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 вот это есть обучение разработки то есть это применение самих конструкций а на втором этапе вот на том этапе на котором сейчас находится и мура да допустим что мы рассматривали он работает сейчас самим кодом а что же происходит здесь как работает эта функция как работает класс и человеку становится комфортно со временем он понимает как работают функции он понимает как работают классы но когда начинает садиться за программу а ведь какая задача программиста задача программиста определить а при помощи каких конструкций я буду решать задачу какую-то да я хочу оцифровать улицу что я буду использовать интерфейс или абстрактный класс а с другой стороны если я буду интерфейс ну понятно что я бы использовал интерфейс почему а потому что улиц много и я написал бы одну заготовку а с другой стороны я подумал я бы написал интерфейс дома вот подумайте нам надо оцифровать улицу города и я как программист решаю задачу как мне заложить код вот вот тут начинается да разработка уже сам код мы оставляем нам на этапе разработки совершенно не важно что есть и нет это мы должны уже знать а мы определяем если нам надо оцифровать улицу витевска я давал задание вот как раз где то примерно этот кусок мы оцифровали только ну немножко наверное другой хорошо я программист моя задача какая моя задача понять вот мне надо оцифровать всю эту улицу я могу написать класс на каждый дом сколько это кода будет дурдом я говорю нет так дело не пойдет что же делать я могу создать абстрактный класс тогда стоп я программист я разработчик а что делает абстрактный класс я вам не скажу сейчас Сережа отвечал два месяца поэтому не ждите легких ответов я понимаю не абстрактный класс не пойдет я только даю ответы вот таких потому что я не смогу описать церковь и гостиницу не пойдет но с другой стороны правильно было бы взять интерфейс почему я для себя отвечаю я разработчик а потому что все что это здание правильно по сути дела что мне надо сделать мне надо написать просто какой-то класс некое здание а дальше я могу переопределять здание с окнами с дверями здание там с такой крышей с такой то есть по сути я могу издеваться над кодом и получить управление с одного класса и дальше уже подумаю а дальше я могу уже абстракцию применить уже еще пошире то есть понимаете разница одно дело разработчик определяет отвечает на вопрос зачем почему я буду использовать именно интерфейс мы не говорим на уровне разработки о том что а как же работает интерфейс в котором мы два месяца разбирались и Серега Асачи с таким упором он ногами толкается руками толкается яблоками яйцами бросается не буду и все говорит абстрактный класс интерфейса мне не надо не то что так но я вижу а сегодня говорит и что вы думаете спиаму там что объяснил там ну вот это вот это это было мое мнение но когда я задавал два месяца вопроса об этом смысл да и он пришел к этому сам и сегодня он это применяет профессионально он вам тысячу причин приведет почему он здесь будет интерфейс а почему там абстрактный класс а здесь вот он применит паттерн вот он вот он рождение разработчика момент так вот у этого же Сереги и у многих других я же его не мог вытянуть оттуда смысл в том что человек настолько привыкает к коду вот ему было очень комфортно работать с кодом он написал класс он знает что как вызвать функцию но это ведь развитие помните я говорил на этапе развития мы изучаем язык глубоко то есть по сути дело когда мы в предыдущих видео помните я говорил у Игоря Лисицына который ошибся вот этот фрагмент вот это было развитие да вот здесь мы не могли выбросить инициализацию потому что мы бы не изучили мы бы не оперировали данными не понимая как работает блок но задача разработчика он и так должен знать код его задача определить не то что он будет указывать в классе это все потом подключиться а то что а как я опишу эту улицу что я буду применять какие классы буду я применять миксины или декораторы и у меня получилось это объяснить Сергею когда я ему показал разные библиотеки допустим показал пандас она написана на миксинах джанга там вообще все но в основном метаклассы то есть он это понял но опять же и когда вот он уже понял что задача разработчика определиться с какой конструкцией и вот то что он умел раньше вдруг занял свое законное место то есть вот он определился я улицу буду описывать именно при помощи интерфейса начну все а дальше все знакомо ему дальше он начал писать классы это то что что с ним ему было комфортно работать то есть что не составляет писать методы то что он умел раньше единственное что я говорю понимаете вот иногда смотришь на курсы там начальные знания питона и говорят вы разработчик так задача разработчика вообще не относится к коду а относится к проектированию но ведь а как вы разработаете программу если вы не можете себе ответить на вопрос а почему я буду использовать здесь метод такой-то а здесь открытый здесь закрытый это задача разработчика но для этого надо второй этап чтобы был от и до вы поняли поняли то есть с нуля знакомство развитие отвечает на вопрос как работает язык и в развитии мы относимся серьезно а в разработке когда мы к этапу разработки приступаем почему я буду использовать функцию то есть я говорю от конструкции отвечая на вопрос почему и когда я глубоко понимаю как работает интерфейс чем работа интерфейса отличается от абстрактного класса или вообще от класса то я могу из этих трех выбрать и сказать объяснить что я выберу здесь для оцифровки улицу именно интерфейс и я буду видеть этот код уже в голове и я буду тогда уже сразу просчитывать что ага тут я вынет действительно потом я от интерфейса я создам абстрактные классы а от абстрактных классов создам конкретные классы и в том же init я все переопределю но вы понимаете эти вопросы надо понимать с нуля тогда все становится на места тогда я поэтому и говорил ребята почитайте статьи ведь я там об этом рассказывал но это должно быть у вас в начале извините меня если я не знал о разработке и чему обучать то как можно обучать вот поэтому я и вижу где Игорь я рассказывал сделал ошибку и почему я смог направить вот сейчас вроде бы мурат начал у него получается а его бац уже тянул к разработке да то есть аж сюда подтягиваю вроде бы он с нуля почти просто я говорю что ведь можно развиваться и здесь пока хватит давайте теперь перейдем пониманию о языке хватит все остальное в школе главное быть в группе вы поняли в группе все можно поправить при помощи вопросов и так далее и так далее в группе Продолжение следует...